Итак, занятие номер один. Мы работаем в штейкинг-пулах. Я не буду рассказывать ни что такое штейкинг-пул. Это все будет на отдельных занятиях, презентациях. Все есть, в принципе, уже в записи. И раз люди сюда пришли, я думаю, что здесь находятся люди уже зарегистрированы и уже проплатившие хотя бы первый штейкинг-пул. Поэтому, зайдя в штейкинг-пул, вы у себя видели, каждый в кабинетике. Давайте я сделаю прям демонстрацию какого-нибудь кабинета и покажу, как вам нужно ориентироваться. Вот, пожалуйста, вам кабинет. И вы видите в кабинете вот такие квадратики с номерами. Начиная от первого и заканчивая семнадцатым. Есть еще добавочные СС-позиции. Каждый номер соответствует номеру штейкинг-пула. Штейкинг, вы понимаете, да? Размножение. Мы, собственно говоря, сами и качаем нашу монетку. Поэтому она очень сильно растет. Где посмотреть эту монетку и ее цену? Поднимаемся вверх и видим вот эту ее стоимость. С утра она уже выросла достаточно, растет она быстро, потому что по штейкинг-пулу сейчас двигается огромное количество людей. И я рада, что в последние дни их прибавляется прям командами. И не просто там какие-то маленькие команды, пять, три, четыре человека. Заходят по двадцать, по пятьдесят, по сто человек. И реально обучить всю эту гвардию одному человеку невозможно. Поэтому учитесь вы те, кто присутствует, и будем помогать нашим коллегам, которые еще не умеют делать действия в стейкинг-пуле. Сейчас я вам открою. Экран видите, да? Подтвердите кто-нибудь, в интернафончик, что экран видим. Вот давайте возьмем начало вашего штейкинг-пула. Те, кто приходят, видят себя вот так. И под ним шесть позиций. Это первое. Мы штейкинг-пулы не видим. Главную. Главную. Да, Наня. Все, я поняла. Я поняла. Сейчас я просто переключу вам демонстрацию. Потому что я приготовила два кабинета. Вот, да? Режим зума мне чуть-чуть приятнее. Сейчас, минутку, мы быстро переключимся. Прекратить трансляцию и переключиться на стейкинг-пул другого кабинета. Вот сюда. Пожалуйста. О, теперь вы четко меня видите. Придя в стейкинг-пул, прокупив первую позицию, свое первое стартовое место. Вы покупаете, по сути дела, биткоин, да? Заводите его себе в кабинет. И автоматизация этого процесса сама планомерно дает вам место, которое исчисляется монеткой. Вот стоимость первого штейкинг-пула, одна монетка, которая сегодня соответствует ее стоимость 13,95 долларов, или цену в биткоинах, вы смотрите тут же. Кнопочка присоединится внизу экрана. Если вы ее нажимаете, вам выходит стоимость этого места. Причем оплатить ее вы можете тремя способами ваше место. Либо монеткой, но у начинающих их может не быть, либо биткоином, который вы закачали себе на кошелек, либо ваучером. Вот о ваучерах сегодня речь будет. Обратите внимание и напомните мне, чтобы я не обошла вниманием такой чудесный бонус, который есть в этом стейкинг-пуле. Только в стейкинг-пуле есть ваучеры. Итак, первое место. Что вам нужно сделать сразу же при старте? Люди, которые приглашают своих партнеров, должны вспомнить игру крестики-нолики и в первом уровне сделать такое движение. Поставить вот сюда одного человека. У нас есть это право точечной расстановки, но со старта, пока вы не опытные, компания сама вам написала «изменить приоритет» на этом месте, подчеркнула. Эти слова предназначены для другого действия, но вы уже невольно глазами обращаете внимание на следующую точку, которая находится прямо под вами. Сюда вы становите своего человека. Если вы пока не умеете делать бронь для человека, потому что я сейчас думаю, что все абсолютные новички, а старички просто повторяют, то вы получите этого человека все равно сюда. Потому что первый же вас приглашенный, пока у вас абсолютно девственный первый пул, прилетит только на эту точку. Смотрите, как летят люди. Они летят слева направо, сверху вниз. То есть, вот, допустим, я система. Я зашла вот сюда и смотрю, вот первая точка, потом следом за ней вот это пойдет. Значит, первого человека, либо клона, заклона сейчас уже все на презентациях слышали, это наш же депозит, он имеет точно такое же право. И когда основное место уже получило деньги, второе место, дубликат его, приходит и снова становится в очередь на получение денег, если так можно сказать. Так вот, система поставит сюда, потом сюда, потом развернется, снова начнет отсчет с левой, вот с этой стороны в сторону правой руки, от лево к право. Поставит сюда, поставит сюда, сюда, сюда. Только в этой ситуации ваш пул закроется. Но, чтобы получить деньги, нам нужен вот этот нижний, четыре точки, как мы его называем, финансовый ряд. Простонароднее, юпочка, да? Иногда в чате вы у меня и у своих коллег видите. Вот эта точка, голова, вершинка наша, вот у нее два плечика, как человечек, а вот его юпочка. Я это сейчас еще буду разрисовать, мы будем много разных вариантов обсуждать, поэтому вариант номер один, он самый простой для понимания. Итак, верхняя точка, два плеча, которые не участвуют в выплатах, но они участвуют в формировании выплатного ряда. И нижний ряд, который, собственно, вам и дает деньги. Можно наизусть не запоминать, потому что нижний ряд финансовый в каждом пуле работает по-разному. В каждом пуле свои сюрпризы, в каждом пуле другие суммы денег, в каждом пуле разное перераспределение средств финансовых идет, и заучивать наизусть просто не обязательно. Обязательно для каждого человека завести себе рабочую тетрадь, и в тетрадь возьмите, выпишите цены пулов. Первый стоит столько-то. В биткоине. В долларах писать не обязательно, цена видна сразу, и ориентировочно по биткоинам можно понимать, сколько стоит сегодня вход. Цена в биткоинах не меняется никогда. То есть из-за его волонтильности может измениться цена в биткоине. В монетке тоже никогда. Монетка фиксированная единица. А вот в долларах она может прыгать. Она может стоить 13,70, 13,80. Наша монетка растет, и сумма потихонечку входа будет ползти вверх. Поэтому сегодня, все, кто присутствует, вы невероятно счастливые люди. Год назад эта цена была копейки. А сейчас это уже 13 долларов. Хотя это тоже продолжает быть копейками. Пока это стоит копейки, зовите сюда своих друзей. Здесь при таком интересном финансовом квесте зарабатывают абсолютно все. Пошлите дальше. Значит вам, чтобы добраться к финансовому ряду, есть только один путь. закрыть вот это плечо и закрыть вот это плечо. И получится у вас вот такая картиночка. Видите? Одно плечо закрытое, второе плечо закрытое. Это нужно один, два человека. Третий, и у вас открыт подход к деньгам. Чтобы сорвать цветочек в полисаднике, нужно перелезть через забор. Ваши усилия два человека. Но можно это еще и сократить. Вот сейчас я даю лайфхак. Как можно не перелазить через забор, а пролезть его дырочку. Вы же понимаете, вот это первое место по маркетингу дает сразу выплату. То есть как только сюда станет человечек, либо прилетит клон от спонсора, либо этот человек пригласит одного своего первого, первые подлетают сюда, в левую дырочку, как мы сказали. Сразу голова получает денежку. Так вот лайфхак номер один. Как эти же деньги получить? Не раз, два, три точки закрыл, а всего две. У нас есть правило точечной расстановки. И вы можете делать следующее действие. Один. Пригласили вашего личника, вашего партнера. И тот тут же приглашает своего партнера. У вас получится раз, два, три закрытые дырочки. То есть минуя плечо, вы только одной рукой, по одной стороне сделаете себе выплатный ряд. А теперь смотрим на меня. Я все это сейчас нарисую на рисуночке. Закрываю пока демонстрацию. и смотрим на то, что я буду рисовать. Я еще раз повторю. Вот наш штейкинг-пул номер один. Так, достаю фломастер и рисую вам жирненько. Вот вы. Так, и у вас одна позиция, и вторая, и все позиции пустые. Здесь четыре внизу. Приглашайте сюда один. Одну единицу. Одного партнера. Этот партнер, в свою очередь, тоже может сразу пригласить человека. Или вы, если у вас есть два партнера, можете поставить одного и точечно расставить другого. Что значит расставить другого? Нажать на место под ним и ввести туда номер. Бронирование мест. Как забронировать? Мы будем с вами на всех школах подробно разбираться. Но уже есть видео. У меня есть шпаргалка. И там коротенькие видео, как сделать бронь для своего человека. Вам важно само действие. Если вы протянете вот такую троечку, почему я рассказала за игру крестики-нолики, там была та же сама ситуация. Там у вас были квадратики, да, и вы делали крестик, крестик, крестик. Все, закрылась диагональ. Здесь перед вами треугольник, но одна его сторона, это та же диагональ. И как только вы поставите раз, два, три, вы получаете свои деньги обратно. А теперь скажите, пригласить два человека и научиться четко ставить одного под другого. Это совсем несложное занятие. Не так ли? Да. Вот. И вы получаете свои первые деньги в проекте. Это можно сделать фактически за пять минут. Вы где-нибудь в мире видели проект, куда вы заходите с двумя друзьями, если таковые есть, и сразу за пять минут возвращаете деньги. Но это идеальный вариант. Могут люди заходить в одиночку и говорить, ой, если у меня нет двух или одного, я, пожалуй, пока не пойду. Вы делаете большую ошибку. Потому что, я показывала сейчас, да, на экране, сверху стоят люди. И если вы зашли один, вы четко кому-то тоже закрыли какую-то точку в его шестерке. И как только у него шестерка закрылась, ему больше некуда ставить людей. У него нет пустых точек, но его штекинг-пул продолжает работать. У него просто добавляется еще один ряд. Дальше точки увеличиваются в два. Это бинар. Он постоянно будет увеличиваться на два. И он будет работать с вами. Он вас увидит. Он снова будет делать выплату верхнему. Он будет закрывать эти точечки. Просто у него их будет уже больше. Почему будет больше? Потому что считает проект, что человек, получивший свои деньги и сумевший построить хотя бы цепочку из двух, он уже что-то умеет. В первом классе вы не умеете писать буквы. Вы учитесь палочки, нолики рисовать. Во втором классе вы уже спокойно складываете цифры. Здесь все то же самое. Так работает штекинг-пул номер один. По этому материалу я сейчас просто буду коротко разбивать информацию и буду задавать вопросы. Я очень попрошу людей, которые знают, как это работает, оставить возможность новичку включить микрофон и ответить на мои наводящие вопросы. Вопрос номер один. Почему мы можем использовать не два приглашенных, вернее не три, чтобы получить деньги, а можем использовать только два? Вы так сказали. Есть возможность точечной расстановки. Есть возможность точечной расстановки. мы их используем и что мы добиваемся этим? Возвращаемся, что мы получаем. То есть подходим, быстрее подходим к финансовому выплатному ряду. Вот такой правильный ответ. То есть не три человека, чтобы подойти к финансовому ряду, не раз, два, а потом третий, который выплачивает, а два, которых размещаем одного под другим. Это правило номер один. Это очень удобно, это очень быстро, но на этом все. Если вы потом поставите третьего под низ, четвертого, пятого, что будет происходить? Давайте этот вариант разрисуем, чтобы видели все. Что будет происходить, если мы этим будем злоупотреблять? Сейчас открываю, рисовываю. Минуту, а можно вопрос задать? Да, можно. А вот вы говорите, по диагонали поставил первого, второго, пришла выплата, а вторую сторону тогда получается пока не надо трогать? Мы пока разбираем первые шаги. Все, поняла, поняла. Мы-то перелезли, да, через забор не лезли, мы зашли в дырочку, сделали эту полосочку, забрали денежку. Это первое наше действие. Но вы абсолютно правы. Как раз и я к этому веду. Почему этим нельзя злоупотреблять? И когда я говорю нельзя, то это не значит, что это закон табу. Это значит, что вы потеряете, если будете этим злоупотреблять. Я-то правила игры знаю, а вы немножечко можете запутаться. Давайте делаем следующий рисунок и разбираемся, почему нам не надо этим злоупотреблять. Так, и я пошла на пауэр. Скажите, пожалуйста, запись ведется? Да. Благодарю. Итак, у нас есть раз кружочек. Видно экран? Я правильный пауэр открыла? У меня всегда несколько окон. Видно, видно. Видно одна точечка, один кружочек. Вот вы поставили второго человека, и вот третьего. Да? Повторяемся. Не видно кружочков. Не видно. Мои золотые. Так, сейчас переключимся. Вот мне без зума, конечно, тяжеловато, но я потихоньку привыкну. Вот этот транслируем экран с кружочками. Да. Угу, 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 угу. Я просто теряю окно, которое транслировалось. Так, пауэр с кружочками. Вот оно есть. Итак, все мигает черным цветом. Что происходит? Один кружок. Я не помню, кто-то нам мешает. Специально у меня закрывается это окно. Второй. Ладно, вопреки всему. Третий. То есть здесь человек получил свои деньги. Что будет происходить дальше? Если вы поставите сюда точечно, уже научились, еще одного человека, получит вот этот. У вас нижний человек даст вот этому. Эта колбаска вся получит деньги. Все счастливы, но не происходит закрытие всего первого треугольника стейкинг-пула. А во втором треугольнике идет то же самое движение, но уже не по 13.95, не по 14 долларов. А там идет игра уже по 40 долларов. Вы здесь свои деньги получили? И чтобы выйти на 40 долларов, не доплачивая ничего в системе, вы же его можете просто купить, а можете к нему прийти. Вам необходимо заполнить вот эти недостающие точки. Просто-напросто. Вот тут вы уже можете, показав свой результат, что посмотри, обратиться к друзьям. Вот всего два человека, я вернул деньги обратно. У меня есть результат. Это то, от чего страдает весь интернет. Когда зовешь человека, они говорят, а ты-то свою получил, вот тут вам шанс. Да, я получил. И тогда уже вы приглашаете своего следующего партнера. И вот ставите его на эту точку. Его тоже система вынесет сама. Тут вы можете не мудрить, потому что раз у нас вот это заполнено, сюда она уже не поставит чека, то она его абсолютно автономно сама вынесет вам в правое плечо. И у вас появится плечик. Если этот человек точно продублицирует ваши действия, поставит одного человека и еще одного, он тоже получит деньги. Соответственно, первый же, следующий его приглашенный, что будет делать, нарисует такие же крестики-нолики. Один, за ним один. У вас идет закрытие вашего ряда. Но даже если ваш новичок пригласит сюда всего одного, и у вас остается уже вот эти две дырочки, система автоматически отправляет отчет вашему спонсору, что у вас есть здесь две пустые точки. Спонсор. Ища вариант, кто к нему быстрее переведет во вторую, обратит обязательно внимание на эти точки. Грамотный спонсор именно так и сделает. И вы, в свою очередь, потом будете точно повторять одного за другим. Как видите, система очень простая. Здесь не нужно ничего придумывать. Остается наш правильный план действия. Сейчас я закрою так. Ну, не помню, почему оно так моргает. Анна, здравствуйте. Можно два вопроса задать? Давайте. Давайте разберемся хорошо на этом. Да. Все понятно. Вы схему правильно написали, нарисовали, объяснили. У меня два вопроса. Первый. Вход. От какой суммы. И второе. Все это напоминает мне проект Lime. А эта схема и была посоветована лидерами проекта Lime клубу «Феноменал». Только она была модернизирована здесь. Очень-очень сильно перерассчитана, ускорена. И придуманы такие фишки, которых в Lime не было. Понятно. А кота от скольки? Я только что об этом же говорила. 13 долларов 90 центов. Все, спасибо. Вопросов больше нет. А у меня вопрос. Продолжайте. Вопросы. Пожалуйста. Вопросы. Кроме вас ничего не вижу. Правое плечо. Я ничего не показываю. Я выключила экран. Я с вами разговариваю. Правое плечо, получается, да? Мы левое сделали диагональ. С правым плечом, получается, должен ниже стоящий поставить, да? Или же с правым плечом то же самое можно сделать, как с левым. Смотрите. У нас нет понятия, кто-то кому-то что-то должен. Да? Получается, справа. Если у вас оно свободное, у вас, если оно свободное, и есть еще один ваш личный приглашенный человек, вы спокойно его ставите себе в правое плечо. Если такового пока нет, то давайте рассмотрим, кто туда может поставить, и откуда оно возьмется что-то. Сейчас будем рисовать еще разочек и по новой. Анна, можно еще вопрос? А стоит, есть ли смысл войти золотым треугольником? Нет, никакого смысла. Это вопрос, давайте, следующий рассмотрим, не перебиваем мужчину, которому я должна ответить. Кто может тоже поставить людей ему в правое плечо? Представьте себе, что мы одна большая матрешка. Вот весь клуб, феноменал, который работает уже в этой схеме практически два года. Кто-то же был первый, правильно? Под ним пошли люди, потом пошли, пошли, пошли. Потом этих людей получилось очень-очень много. И что у нас получается? Каждый маленький треугольничек, он как бы входит, как матрешка, чуть побольше, да? И там их уже несколько. Вы же прекрасно понимаете, если треугольник разбит на мелкую треугольнику, их будет очень много. Мы все друг в друга вписываемся. Ваш маленький треугольничек, это одна часть огромного большого. Если там есть дырочка, то любой верхний эту дырочку постарается закрыть. Зачем? Потому что ему просто в системе дырки не нужны. Чем верхние закрывают, закрывают больше нижних, тем больше маленьких треугольничков закрывается и уходит во второй пол. Оттуда, соответственно, такой же самый треугольник, только уже цена этих треугольничков каждого места 40 долларов. Как только они там закрываются, дальше уходят в третий пол. Это все идет как ступеньки одной и той же финансовой лестницы, но каждая ступенька имеет разную стоимость. Каждый верхний заинтересован, чтобы у него было как можно больше и первых, и вторых, и третьих, потому что это броуновское бесконечное закольцованное движение дает возможность массовых выплат маленьких, продвигаясь к побольше, к побольше и приходя к большим. А в больших уровнях там выплаты уже серьезные, там тысячи долларов. Там абсолютно другие цифры, но все пулы работают по одной и той же схеме, как только шестерка закрывается, происходят выплаты, происходят бонусы, вы получаете премию за своей работе на этом поле и переходите в следующий ранг. При этом у вас дублируются мелкие места из-за бонусов в выплатных рядах и вы уже играете не только в первом, но и в втором, и в третьем, и все это происходит одновременно. Вы даже можете не успевать контролировать это движение. Вот я сейчас реально не знаю, я сижу с вами разговариваю, а мне продолжают, да, приходить смс-ки, что там кто-то где-то рождаются и рождаются публикаты мест. Давайте еще по вопросам медленно будем разбираться, очень медленно. Можно? Да. В этой шестерке, вот как вы сейчас говорили, осталась вот одна открытая ячейка. Вот тот спонсор, например, который стоит первым в этом треугольнике, он может за свой доход, вот у меня вот два автоматические, один за другим идут вопросы, он за свой доход может закрыть эту дырку? Это первый вопрос. Второе. Если один, два, три человека приглашены, дальше идут приглашенные ваших партнеров. Да. Вот теперь вопрос. Я спонсора, например, у спонсора есть кого приглашать и кого ставить. Например, у него команда, я себя, например, возьму, да, я иду с командой. Я еще не зарегистрирована, я сейчас после этого, я ждала пока послушать вас, потом регистрацию сделать. Вот у меня идет команда, это мои люди, я должна ставить под своих партнеров, подписывая под себя, вот у меня такой колебающийся вопрос. Я поняла. Или мне покупают за свой доход себе закрывать дырку, за ними ставить своих литников, или подписывая под своей ссылке, ставить под тех партнеров, как выгодно. Вот два вопроса. Своих партнеров. Можно добавить по этому же, Анна? Ой, вы сейчас с вопросами сами заблудитесь. Ну попробуйте. Нет, 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 это не вопрос, это получается, что вот, что женщина говорила, да, получается, мое видение такое, что, когда тут получается выгодно, надо смотреть вниз и закрывать те места, где эти вот пусто, да, и тогда уже вот так вот, да? Опять-таки вопрос. Мне выгоднее под себя покупать себе и под свои поставить или под партнеров, чтобы быстрее продвигаться? Вот вопрос. А вы как думаете? Я думаю под партнеров. А вы как женщина думаете? я хочу посмотреть выгода или там, или там. Где выгода? Вот так, я пытаюсь закрывать кран, и все равно кто-то мне... Надо помогать нижним, ну, в смысле, помощь должна быть. Тогда всем будет выгодно. Я не говорю не помогать. Я помогаю. Я помогаю строю команду где-то там, но со своей командой я буду заходить. Как выгодно? Сейчас же вот как Викторина. Как вот? Надо ответить на вопрос. Как это? И все команды будут... Я пытаюсь запустить трансляцию. У меня блокируется экран полностью, превращается в черный цвет. Давайте я ее остановлю и буду, наверное, продолжать на листочке. Вот вам два варианта ответа на ваш вопрос. Вы сейчас сами мне озвучите правильный. А я специально скажу один правильный и один неправильный. вот допустим вы зарегистрировались и ставите своих партнеров. Вот неудобно. Надо доску мне. Все. В следующий раз я буду с большой доской и будем на свежем воздухе это делать. Итак, вы поставили партнера. Под них поставили два, получили денежки. Дальше над вами есть спонсор. и я, наверное, возьму другой фломастер, чтобы не путать зеленых партнеров с уже не зеленым спонсором. Минутку. Давайте спонсора нарисуем красным цветом. Итак, над вами был спонсор и ему, так как у него уже впихнуть невпихуемое невозможно, вся шестерка закрыта, куда-то нужно поставить человека. Он приходит к вам в гости в ваш пул и ставит его сюда в ваше правое плечо. Это ответ на вопрос, кто может в правое плечо поставить человека. Если спонсору уже некуда, он может поставить. Но не забываем, что у спонсора закрыв один пул, открывается восемь точек внизу. И он может прийти в любую из этих восьми. Если они все у него закрыты, конечно, он закроет вас. То есть, вы можете подождать, пока он там пойдет по какому-то своему наитию это делать. Не закрытым вы не можете остаться. Не закроет этот спонсор, закроет другой. Он просто выбьет эту последнюю точку в следующей, потому что она ему там нужна. Когда по математике алгоритма я лично делаю расстановки, я просматриваю все варианты, но в первую очередь я просматриваю новичков, те, которые зашли. Очень жаль, что система показывает только личников, у которых есть одна или две точки. Помните, я сказала, система пошлет сигнал. Вот этот сигнал распространяется только на мою первую линию. Но так как в чате я вижу, пишут, зашел новичок, зашел новичок, зашел новичок. Если я тяну какую-то доминошку, вот эти пустые места простраиваю, то я просматриваю и есть ли у них личники. Потому что эту точку может купить сам спонсор, а может поставить сюда своего человека. И вот тут будет разница. Если сам спонсор покупает сюда клона, то клон приглашать не умеет. Правильно? И клон никогда не пригласит и сюда, и сюда закрыть еще две точечки. это может сделать повторно сам спонсор. То есть он поставил клона, поставил, значит, купил за свой доход. Он должен будет купить еще одного клона, еще одного, если у вас нет приглашенных. То есть спонсор в определенном смысле рискует помогать людям, потому что люди могут воспринять эту помощь как просто ага, он стал, значит, он теперь должен. Чтобы правильно работать в этом механизме, забудьте раз и навсегда слово должен. Если вы увидели под собой клона, скажите, слава Господи, мне помогли. Вам на одного меньше, вам же никто не мешает потом приглашать еще одного человека своего и сюда. Но таким образом вы перемешиваетесь уже и со спонсором. Спонсор, видя помощь, когда будет закрывать свои точки, он может поставить и под вашего человека клон, если тот забуксует. самое главное в этом моменте просто по-человечески не наглеть. Некоторые стоят и ждут клона, вы его дождетесь, безусловно. Обязательно верхний, еще перед верхней будет где-то клонироваться, не успеет выставить бронь и клоны сюда долетят, потому что система видит эти пустые места и будет к ним тянуть наши клоны выше стоящих. Просто у вас на это уйдет гораздо больше времени. самостоятельно вы можете сделать быстрое и красивое движение, а ожидать когда с неба прилетит, у вас на это уйдет больше времени. А время деньги. Мы же пришли зарабатывать, давать информацию, играться по первому полу вы очень хорошо натренируетесь. Просто напросто. Система будет работать вот так. Если вы сюда ставите живого человека, убираю, то живой человек может пригласить сразу еще одного. Таким образом, что у вас получается гораздо быстрее закрытие. Теперь к вопросу за свои деньги. Голова получила деньги. Правильно? И вопрос женщины, я извиняюсь, я имена не успеваю смотреть, состоял в том, получив эти деньги, может ли она купить еще одно место, допустим, здесь снизу, чтобы помочь своему финансовому ряду закрыться и уйти вверх. Я правильно поняла вопрос? Да. Да. Так вот. Можно, да, но я бы сказала, не всегда нужно. Получая деньги и снова их используя наклона, во-первых, сама система, если вдуматься в ее математический алгоритм, говорит, это не нужно. Почему? Потому что мы заходим и покупаем место по цене 13,90. Что происходит за кулисами, да, как работает механизм? Он берет ваши биткоины, он их обналичивает в монетку, за биткоины покупаются монетки, идет покупка, цак, и цена монетки тут же подскакивает на какой-то процент. Ну, там, давайте на цент. Следующий покупатель ее купит уже чуть-чуть дороже. Именно в этом и состоит все золото этого проекта. Наша монетка растет. Да? Оно вам ее купило автоматом. Когда вы на нее получаете деньги, идет то же самое. Монетку вам не начисляют на баланс, вам начисляют денежку в биткоинах. То есть идет продажа автоматической монетки, и при продаже проценты за продажу списываются. То есть вам на баланс уже не придет 13.90. Вам придет за минусом списавшихся процентов по обмену биткоина на монетку. То есть продажа снова поднимет цену монетки. И вам придет допустим 12.45. То есть кусочка маленького какого-то доллара будет не хватать. Оно и будет не хватать не потому, что вам не доплатили, а потому, что в пул стоимости монетки пошли вот эти денежки. Вы сами себе подкачнули свою монетку и следующие ваши выплаты цена будут люди заходить дороже, покупать и снова вы же собираете здесь деньги. Поэтому теоретически получить и снова купить место вы не сможете. Вам не будет хватать вот это кусочка, который пойдет в пул ликвидности проекта, чтобы у нас не было инфляции, чтобы не дешевела наша монетка, а постоянно росла. Вам придется добавить какой-то кусочек долларов. Фактически из опыта со своего я вам могу сказать, вот эти покупки они называются реинвестами. Правильно, да? То есть вы получили деньги, снова их еще раз заводите в систему, реинвестируете. Вот эти реинвесты приведут к тому, что вы будете ими двигать свою команду, а потом команда научится, что всегда прилетит добрая тетя Маша и всегда мне купит место. И команда сядет и останется без движения. Поэтому я покупаю клоны, я это всем сейчас говорю, чтобы не осуждали, что я там такая плохая. Чаще всего в те уровни, где не хватает либо одной точке либо двух точек. Вот шестерочка стоит у человека, не хватает одной либо двух, да, я приду и куплю туда клона. Потому что одной точкой, одной ложкой сахара кашу не испортишь. Вы закрываетесь, вы пытаетесь, вы учитесь, и мой клон идет к вам в помощь, потому что вы прекрасно понимаете, если к вам попал клон торнадо, то я уже знаю, у меня система дала мне новую мою шестерку, и когда туда начинают падать клоны, я вижу автоматом и вас, всех, кто прицепился ко мне, невзирая от того, так работает эффект вот этой матрешки, и по эффекту матрешки все равно туда будут эти клоны, если не будут, что произойдет, вы пошли работать дальше, под моего клона ставите людей, люди закрываются, выбивают моего клона во второй уровень, я тоже этим не злоупотребляю, если меня откуда-то выбили, я возвращаюсь, и тоже туда, еще и второго, третьего клона, тут идет дашь на дашь, то покупаете клонов, но он как бы чуть-чуть позже идет, оттянутый, уже когда я заработала, уже когда у меня есть деньги, и так далее, и так далее, если вы этот реинвест сразу начнете ставить, еще тем более научите своих партнеров, произойдет откат радости, просто вот откат радости, человек скажет, ой, я только получил, а я должен опять что-то прокупать, мы через это прошли, я работала, вот вы озвучиваете проект, я не хочу ничего озвучивать, мы через это прошли как раз потому, что люди, кто-то не умел приглашать, кто-то приглашал медленно, и чтобы ускорить эту скорость, делались эти реинвесты, клоны, клоны рождаются не с первого уровня, то есть мы сейчас рассматриваем первый штекен пул, это единственный пул, который не дает клонов, все остальные клонов дают, часто вопрос у людей, что такое клоны, как только во втором пуле вы сделаете ту же самую игрушку, раз, два, три, посмотрите на маркетинг второго пула, вам вылетит два, он так и пишет, две позиции в пул номер один, в сп1, сразу же, раз, два, три, и вылетает две позиции новых, и возвращается в шестерку к вам же, даже если там будет два ряда стоять чужих людей, ваша голова потом ваших людей закрыли, и вас выносит ниже под какого-то Васю, но Вася находится под низом вашей головы, если вы Васю видите, значит он приходил вам на помощь, и если вы падаете под него, то теперь ваша благодарочка прилетела Васи, мы все здесь один сплошной пирог по уровням, и падая клоном, вышестоящая голова всегда кому-то внизу помогает, со второго уровня у нее упали два клона, они прилетели в первую, их система может расставить, а может произойти и точечная расстановка, этот проект хорош тем, что все ваши клоны, все, что летит сверху, вы можете посмотреть в первой, и решить сами, куда их ставить, это самое главное, что здесь есть точечная расстановка повсюду, просто повсюду, дальше еще лучше, проходя ввысь и ввысь по уровням, система вас выдавливает с первой, шестерка закрылась, она выдавила, упал ваш клон, под ним пошла стройка, выдавили второго клона, он куда идет опять во вторую, вот такое кольцо, и оно постоянно повторяется удваиваясь, вы пришли в банк, положили 100 долларов, и вам сказали, завтра выйдут ваши деньги обратно, вы приходите забирать эти деньги, а вам говорят, вы знаете, вы хороший клиент, и мы вам сделали еще два депозита, но по 20 долларов, правда же, вы на банк не обидитесь, а здесь феноменал куб вам дает, как только во втором стали еще два человека за вами, вам дает два места на ту же первую позицию, на только что прошедшую, вышли из первой, стали во второй штекинг пул, вам рождаются еще два маленьких депозитика, потому что это монетка, мы продаем деньги, соответственно, это депозиты, в штекинг пул номер один, и они там ждут своего штекинга, и вы можете подстраивать под свои клоны ту же самую картинку, как начинали из верхнего клона, снова туда люди живые, снова выплаты, поехали, поехали, но ваш таклон может стать под живого человека, под партнера, который вы пригласили, он чуть-чуть подзастрял, может и должен, и у вас выбор, у вас восемь мест уже, сначала было четыре, следующее место открывается уже восемь, и у вас выбор, под кого, под этого, под этого, под этого, куда ставить, если у вас все места одинаковые, спокойно оставьте этой системе, она их вот так в рядочек и расставит, если у вас есть люди живые в этой восьмерочке, пожалуйста, ставьте под живых людей, почему, потому что это помощь партнеру, потому что это чьи-то деньги семье, потому что это взаимовыручка, потому что так работает команда, вы можете клонов направить под себя лично, себе сделать выплату, но в первый раз это просто не получится, потому что под вами стояли плечи, вы же не покупали клонов я, я, и я, золотой треугольник, если вы купите я, 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 это называется золотым треугольником, то нижний финансовый ряд закроет только первую голову выплатить деньги, а двум плечам нужно будет финансовый ряд четверку все равно ставить людей смысл, смысл плодить вот эти золотые треугольники особенно в первом штекинг пуле, если каждый последующий ряд вплоть до десятого до одиннадцатого в первую всегда рождает эти места, зачем вам бесполезно тратить деньги на старте, понимаете, если бы я хотела дать искаженную информацию, бы я сказала, да набирайте, а давайте посчитаем математику этого вопроса, одно место стоит 14 долларов, золотой треугольник, если вы хотите поставить, вы поставите еще 14 и 14, 28 добавочных, которые в принципе на радиации сами, правильно? Но, если вы все-таки решитесь, закрывая шестерку, поставить своего клонника еще раз, это уже не будет золотым треугольником, но ваш клон окажется повыше в линейке, в четверке, а не в восьмерке, и потом под него подстраивая людей, вы его быстрее выведите во вторую, то есть за вами цепочка лично ваших шлейфов будет идти, но эта цепочка состоит из лично ваших, вы всегда под вторую сама под себя идете, но если лично вы вышли сама под себя, еще шесть дырок во второй вам закрывать нужно будет вашими партнерами из первой, поэтому вы просто можете собирать соблюдать такую прогрессию, вышли, выявили человека и в правое плечо выводите своего клонника, под человека выявил живого человека и клонника, вы сами можете сформировать места, где клоны и места, где люди, не нужно делать только клоновые и только люди, они всегда должны быть как-то в логических мыслях, клон клона, я когда вижу своего клона, что там раз нажимаю у меня что-то приходит у моего клона две дырочки, если вы мне туда клонов наделаете, я приду и закрою ваших клонов, и они там и чуть-чуть притормозятся, но если я вижу что это живые люди стоят новички живые, конечно же я могу еще просмотреть по системе где у меня кто куда вылетает и смешать вас с живыми людьми для ускорения разошлись по своей мамой и папой тогда конечно идут клоны и все равно для движения вашего в следующий уровень, что непонятно из сказанного на этот момент. Анна, а можно один вопросик еще? Да. Смотрите, когда заходит вот у меня например есть команда а мой вышестоящий он говорит что к примеру пускай все зайдут по моей реферальной ссылке да, то есть вышестоящей если я отдаю своих людей вышестоящему и мы выстраиваем всю первую линию под него насколько это может быть невыгодно всем моей команде или наоборот выгодно? В феноменал клубе существует реферальное вознаграждение которое распространяется на три уровня глубину поэтому если у вас нет личных рефералов и реферальное вознаграждение выплачивается только монеткой если вы откроете маркетинг вы увидите выплаты у нас написаны зелеными буквами а реферальные выплаты написаны голубыми и баланс у нас голубой зеленый то есть то что написано зелеными цифрами оно идет сразу на биткоин баланс то есть меняется монетка и идут чистые биткоины а вот то что написано голубыми идет чистой монеткой она не меняется на биткоин автоматом и это привилегия реферальных выплат сразу иметь монетку потому что если вы сразу не выводить она реально обрастает процентами она растет так вот не имея личных рефералов вы теряете реферальные выплаты в монетке раз реферальный на три уровня вниз у вас может быть реферал которого куда-то отдали а потом у него свой человек вы потеряете все три уровня реферальных вознаграждений это невыгодно команда которая будет подстраивать течение под один собирать рефералов 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 в конце концов лишиться трех уровней глубины а мы знаем всегда что каждый последующий уровень всегда больше предыдущего то есть фактически нас аккумулирует на одном кабинете игру с монетками а все остальные получая деньги будут недополучать свой доход потому что все рефералов забрали одним махом именно поэтому когда заходят команды там 20 человек 30-40 я всегда говорю так сегодня заходят личники капитана до личники расставились завтра заходят 2 уровень то есть 2 перемешались они зашли потом опять если еще из личники у капитана снова для того чтобы каждые могли работать и вылетать во вторые в третье уровне гармонично если будет система идти вот так постоянно цепочкой змейкой и будут во второй во второй вылетать уже выплат реферальных все не могут получить пойдет рефералка только на верхний 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 логин и будет зарабатывать один логин остальные останутся без этих выплат правильно я поняла что в общем так не про вообще категорически лучше не делать и свою команду вести за собой да правильно то есть как бы становиться под вышестоящего но людей не отдавать туда то есть мы выстраиваемся постепенно выстраивать вот как вы показываете один один закрыли потом вторую сторону и вот так всем пошли именно поэтому ход огромной команды на большой скорости здесь никогда не получится пока чек зарегистрируется пока он заведет деньги даже если вы саккумулируете сумму на одном логине а потом вы просто пораздаете своим рефералом они будут нажимать на кнопки вылет следующие следующие уровни все равно должен быть гармоничным лучше здесь чуть-чуть потерять во времени со входом но зато красиво расставиться понять как работает система и дальше уже продолжать автономно ведь мне же ничего не мешало объявить клич по интернету и себе набрать кучу личников я сделал абсолютно по-другому мой вход не был стремительным он был стремительным по скорости расстановки но не был стремительным по скорости сбора рефералов нам не нужны бестолковые рефералы именно поэтому что вы потеряете сами в дальнейшем два-три уровня 4 5 уровня глубины закроете возможно а потом все остановятся те люди которых просто записали подписали сказали все здесь будет окей ок и зашибись они не будут никогда приглашать раз они не будут никогда приглашать никакой новый человек не узнает о нашем клубе а наши замечательные монетки да и вам это не выгодно но продвинетесь вы до 3 до 4 уровня а деньги-то большие в более высоких уровнях и вы сама никогда не отработаете на всю вот эту кучу которую вы выставили эта куча должна быть мозгами с реальным умением играть крестики нолики вот по первому уровню это проще всего дальше будет сложнее поэтому сегодня я не буду давать сложные комбинации каждый сейчас вернется расчертит себе на листочке треугольничек посмотрит на свой первый уровень и что он там обнаружит кто-то обнаружит что у него есть два плеча что ему надо сделать достроить одну одного человечка пригласить получить денежки и уже все будет хорошо и пойти всем знакомым рассказать что я получил здесь деньги следующее у кого никого нет под ним абсолютно никого посмотреть на дату своего входа и тут же в чат написать ребят я еще никого не пригласил мой айди вот этого вашего первого стейкин пула айди находится на зелененьком на вашем же месте оранжевыми букв очками мой айди вот такой-то и спонсор мой такой-то для чего это нужно для того чтобы вышестоящие я их обучала недавно заходят видят этот зов можете его со с красными буквами написать чтобы среди множества сообщений в чате вы не потерялись да мы можем его и продублировать и иногда опускаю эти сообщения о помощи чтобы вы состоящее увидели что вы новичок вы зашли и у вас в течение недели нет никаких действий но предупреждаю всех кому мы помогаем я тут же забираю этот скрин и у меня есть такая папочка кому мы помогали если вы на этой неделе попросите дайте мне клоника и на следующий еще одного клоника то на третьей неделе вы получите от нас балалаечку потому что я тут же раскидываю лидером или в чате вы выставитесь а я не постесняюсь ответить ну извините дорогие нельзя же пользоваться добротой бесконечно игра должна быть честной это самое основное правило моей команды и так будет легче работать когда у нас не будет хитрецов мудрецов у нас будут инвестора они работают вместо хитрецов мудрецов чем хороши инвестора инвестор никогда не будет играться по 15 долларов так как клубе огромные возможности зарабатывать деньги и существует еще далее вышестоящие уровни штекен пул штекен пул номер один номер два номер три мы называем песочницей то есть там идет отработка техники идет отработка сколько падает клоника вы успеваете бронировать по два и по четыре клоника из третий и начинаете понимать как она работает и как только вы до этого дошли у вас тут же следующий сакс работает понимание блин я поработал на 15 я поработал на 40 я поработал на 80 долларов у меня все зашибись какого ж хрена я сразу не стал на тысячу на полторы и так далее ведь у кого есть такая возможность они говорят да я приду присмотрюсь да и вот тогда и обращают люди внимание что есть еще стекен пул номер четыре чем он для вас офигенный тем что позавчера вечером в это же время приблизительно открылся промоушен в клубе я сказала да что у вас там будут свои личнички и вам будет монеткой приходить реферал очка и вот эта реферал очка никогда бы в жизни не добралась до вашего голубого баланса если бы у вас не было статуса она бы обменивалась она бы приходила все равно на зеленый баланс постоянно продавалась до ее кошелек она туда выпрыгивает вам ее дают за рефералку а она выпрыгивает из кошелька и вы не понимаете что происходит почему в пустой кошелек ничего не влазит потому что ваш кошелек не имеет статуса а здесь эта система есть система статусов у вас находится на главной странице и там видно 50 долларов статус бронза 150 долларов там следующий статус следующий следующий вплоть до черного статуса black который стоит 6000 долларов о чем это говорит давайте народным языком я должна купить огромный кошелек за 6000 долларов чтобы монетка которая приходит не за рефералов стекен пули туда падала и тут же на кошельке у меня будет предупреждение от продавца что ты можешь в этот кошелек насобирать монетки стоимостью до 20000 долларов потом все кошелек не годится он дырявится привет да все что идет свыше продается опять не приходит долларов но на 20000 долларов она же может стоить и 20 на бежит 100 монет а курс и вырос все у нас уже стоит 20000 получается кошелек больше не помещается то есть мне еще следующий кошелек надо покупать так вот наша умная система вам приготовила всем новичкам которые сейчас приходят посещают школы сегодня заходят уже в проект или зашли начиная с 22 апреля приятный сюрприз нам не нужно ни одной копейки платить за эти кошельки это идет подарок от феноменал клуба зашли вы в десятый уровень зашли вы в одиннадцатый в этом обязательно у вас будут рефералы возможно на 1 2 3 но будут эти ваши лично приглашенные и монетка за их движение будет приходить к вам на кошельке вам не нужно его покупать соответственно вашему уровню вы заходите в раздел промоушен нью в кабинете давайте вам покажу где то находится сейчас я снова включу кабинет какой вот такой транслирую экран вот этот кабинет вот раздел промоушен нью видите же надеюсь кабинет да нет не видно нет не видно только вас видим ну почему же я никак не не видно не видно не видно не видно просто не видно до задержки хорошо окей вы заходите вот в раздел промоушен в черном меню он посрединке находится штыкинку ниже есть раздел промоушен обратите на него внимание посмотрите здесь видите вот человек купил которую я кабинет показываю первый уровень шестой у него уже есть седьмой уровень есть и десятый уровень на каждый этот уровень компания ему дала подарок она дала карту по максимуму за десятый уровень нажимая на раздел получить видите пишет вы уже получили по данному промоушену подарок то есть люди сидели смотрели надо от первое получили подарок что она получила вот когда она купила себе десятку и зашла я выхожу на главную страницу и смотрю какой у нее статус статус голки и дали то есть ей дали золотой кошелек статус клубе который стоит 650 долларов обратите внимание она купила там за 1500 1600 сколько стоил на тот день десятый уровень и 650 долларов ей вернулось в виде кошелька куда она может вложить монетки а у человека уже есть рефералы и сегодня ее монетка начала складываться плюс раз есть рефералы значит есть маленькая структурка обратите внимание что ей еще дает этот кошелек один процент от предоплаченных токенов что это такое это значит какой бы клон не родился в ее структуре в первый уровень во второй ее ли клон ее ли личника либо это будет третья четвертая линия все что родится в этой матрешке еще более мелко еще более мелко все что касается ее вот этого поля деятельности стекинг пула будет ей приносить один процент от новых рожденных мест либо новичок придет оплотит либо клон станет клон всегда прилетает с деньгами это не пустышки в системе с каждого клона или человека она получает один процент от стоимости его места в системе в первый он зайдет в третью зайдет в пятую в десятую в любую один процент приходит ей на баланс ее кошелек и точно так же один процент приходит при каждой выплате которые получают люди которые находятся ниже и идут она является голова будет у нее два три пять десять рефералов у них два три пять десять эта система выплачивает один туда один сюда очень выгодно иметь эти карты карта бронза не имеет этих процентов карта сильвер не имеет они начинаются с карты голда вот я карту голда дали за десятый уровень вот такие интересные здесь подарки но вот система получения статусов вот этих да карта это как грамота за статус не думайте что это какая-то банковская карта на которую вы там можете что-то выводить это абсолютно не привязано никакой свифт системе так вот здесь эти статусы распределяются четко от спонсора если спонсора есть статус это хорошо рефералы даже если купят другие вышестоящие уровни получат более дорогие статусы они все равно все равно будут идти за ним абсолютно отдельным бинаром не имеет это значение никакого штекинг пула и штекинг пула не получают проценты а бинар продажа статусов и подарочных всех он фиксируется отдельно и там разница правой и левой ноге вам выдает еще и доли это тоже деньгами измеряется и ого-го какими если вы хотя бы чуть-чуть раскрутите свою систему это еще дополнительные деньги потому что здесь восемь уровней вида дохода мы с вами рассматриваем самый примитивный способ зайти в первую пригласить два человека вернуть свои деньги обратно потом научить своих людей делать то же самое и вы автоматом получаете плюс два дополнительных места в первой снова на 15 долларов которые пойдут и начинаете делать то же самое но уже во втором пуле на 40 долларов оселите второй пул пойдете в третий но ведь их же можно и купить и как правило инвестора которые играются клониками то есть они их выпускают из верхних уровней но они покупают верхний уровень куда они попадают в верхнем уровне если у спонсора там нет попадают к тем кто там есть у вакуума здесь никто не вылетает и присоединяются к той игре которая играет абсолютно чужая команда вспоминаем чужих своих нет стою я в двенадцатом уровне прилетели вы в двенадцатый обнаружили там я еще два человека вам плохо от этого нет но вы четко знаете что в этот двенадцатый уровень потихоньку идет вся команда то есть вы пришли позже стали выше подходит к вам команда два человека которые с команды придут вас расклонируют и вот тут происходит еще одно классное чудо вы то в первый уровень зашли под своего спонсора там строилась команда а вам из высокого уровня летят ваши клоники даже если вы не можете их расставлять они равномерно распределяться под всей командой которая там работает первым и тому достанется и тому и тому вот ваша помощь команде а если вы их еще будете целенаправленно расставлять да под спонсора под людей помогать новичкам просто возьмите напишите своему спонсору кто у нас новички сейчас я там буду клонироваться я полечу клониками вы тоже можете участвовать в помощи всей команде ведь именно она придет финальной точкой вы родите клоника из высокого уровня во вторую в третью в четвертую в пятую кто туда в первую очередь придет та команда которую двигает ваш спонсор все остальные по мере их видимости по мере заполнения отблагодарить ту команду которая идет к вам же на помощь подкормить своих работников это нормальное дело каждого хорошего хозяина то есть если кто-то идет сюда как инвестор он выигрывает восемь раз во-первых он при покупке высокого уровня да песочницу мы оставляем у нее нет подарочных карт четвертый уровень уже дает карту бронзу лидерский уровень это 10 11 12 вот тут вам карта gold platinum и все остальные да что вы получаете вы получаете кошелек который уже потом сможете складывать монетки пока у вас не складываются монетки структуре вы получаете потихонечку проценты да и доли все остальное вы в бинар этих статусов попали вы получите обязательно деньги первое же место финансовом ряду вам сделает выплату и расклонирует обратите внимание на устройство высших уровней там как правило в большинстве либо 4 уровня выплатные либо 2 которые возвращают стоимость за этот уровень и получаете свои же депозиты в мелком диапазоне да в меньшей стоимости как я сказала банка это давайте вам дадим 2 по 20 а тут вам банк говорит раз вы в десятом уровне у нас постояли давайте мы вам дадим депозит в шестой в тот же четвертый во второй в третий и несколько штук в первой и еще и ваучера вам пригрузит вот тут мы подошли к вопросу что такое ваучер ваучер это как банковский чек вам его компания все расставила клониками они выпали а у вас допустим нет структуре мест куда вы сейчас бы хотели бы поставить ничего страшного говорит компания вам выписывают чек ваучер и он у вас хранится в кабинете вот тут есть раздел ваучеры в кабинете вот сейчас глянем тут есть ваучеры вот они вот тут у этого партнера есть ваучеры вот гляньте вот сколько их еще три неиспользованных висят если ниже опустим тут написано вот использован использована эти три еще активно еще неиспользованы то есть ваучеры что делаете у вас осталась вот та самая одна дырочка пресловутая с которой мы начинали да вы можете взять ваучером эту дырочку закрыть что вы сделали из этого вы потратили ваучер стоимостью первого уровня 13 долларов и получили место сразу же во втором который стоит 40 вы выгодно вложили ваучер выгодно безусловно если вы две точки в первом закроете да это считай два ваучера используете пусть 13 долларов плюс 13 или 14 давайте округлим 15 чтоб не мучаться вы потратили 30 долларов даже а место во втором стоит 40 вы все равно его дешевле себе вы приобретаете депозиты дорогие по дешевой стоимости как бы со скидкой такая практика везде распространяется в магазинах делают товар на скидку чтобы вы быстрее разобрали а тут вы сами себе используете ваучер как вы его еще можете использовать вот стоит ваша голова вот стоит допустим чужое чье-то плечо чужой человек вы ему хотите помочь поставить коника а вы берете под него и ставите ваучер мгновенно ваша голова получает стоимость этого ваучера потому что идет раз и вверх деньги возвращаются вы его обналичили и клон ваш стоит он снова пойдет работать он помог человеку работа ваучеров еще дает один плюс человек хочет зайти в первый уровень ему менять эти биткоины и вот эти копеечки заводить в кабинет ну просто скажем так серпом по одному месту до тяжело очень это надо высчитать поменять вот эти нолики вот все у него денег мало вы же можете просто его сразу же обналичь и сказать человеку знаю что давай мне на мою карту переведи рубли гривны что там в каком в регионе живете каким фиатом пользуетесь а я тебе отдам ваучер и вы на него зайдете его спокойно можно ваучер перевести другому пользователю вот тут вводите айди человека которому хотите ввести который вам дел дал деньги за первое место и нажимаете отправить человек заходит свой штекинг пул и хочет присоединиться смотрите что сейчас произойдет так хочет присоединиться человек вот так даже вот этот допустим ему прислали ваучер видите вылазит еще одна кнопочка оплатить ваучером он спокойненько ваш человек кому вы отправили заходит этот ваучер поменял имя из вашего имени он ушел потому что человек вам дал деньги вы ему помогли даже без всяких переводов прийти в систему он оплачивает вашим ваучером место и все вы его тут же обналичили вы понимаете как это здорово вот предыдущей системы у нас такого не было то есть это банковский чек это клон замедленного действия это реальная помощь круглосуточная скорая помощь любое время суток мы как правило смотрим на свои балансы да уже же деньги зарабатываем все лидеры у которых есть маленькие команды охотно ваучером делают промоушены какие промоушены делаю я новеньким мотайте себе на ус я в чате пишу вот конец недели обычно этот промоушен делаю по субботам напишите пожалуйста кто у нас зашел на этой неделе и еще не получил выплаты новички кидают свои скрины да вот с такой одной дырочкой вот здесь то есть он стоит 12 и не получил еще выплаты давайте снова скажу какой скрин я принимаю для розыгрыша вот так допустим вот вот это новичок пусть даже у него есть два плеча два плеча не дают право на выплату да они все равно все равно не коснулся финансового ряда и вот тут у него не хватает человечка и только это место номер один они четко пронумерованы 1 2 3 4 вот сюда я как только вижу вот такой скрин в чате и чтобы был новичок они повторное место клон и клон помните да что я все вижу я все записываю у меня все скрины хранятся я просто пробиваю по записи смотрю не не пройдет дорогой ты уже получал деньги это просто клоника своего ставишь поэтому мудрить и хитрить не надо не надо со мной портить отношения вот и вот сюда станет ваучер мой я им проплачу то есть тут будет написано торнадо в этой точечке и вот сюда придет денежка человек ее получит но сами понимаете это прокатывает один раз для помощи людям но сколько благодарных людей потом после такой встряски в чате ну как не пойти к соседу выпить с ним 100 грамм сказать давай обмоем у меня сегодня первая паучка в интернете ведь способов приглашение может быть миллион неофициально нам стоять отчитываться вот такой проект у нас кто-то то есть последнюю презентацию которая проводила у себя во дворе реально было тархун вино и куски сала я рассказывала какая у нас монетка долларовая какая биткоиновская и как они у нас идут вот тут можно закрыть это же самое я раскладывала на подручных предметов что было да и рассказывал людям как она работает вы можете осчастливить каждого человека каждому дать шанс научитесь работать с первой и вы сразу же поймете то во втором в третьем пуле в четвертом пятом шестом седьмом в любом идет та же самая игра и можно за такое же приблизительно время ну может чуть больше потому что они же дороже но в зависимости от того как вы хотите работать идет та же самая игра тот же самый штейкинг и скорость этого стейкинга от нас самих и зависит чем быстрее проходит стейкинг тем выше растет монета тем больше процентов вы на нее получаете вы ее уже однажды купили и зашли будет она идти вам на голубой баланс будет обналичиваться на зеленый когда идут деньги в принципе уже не важно вы успокоились и посмотрели а потом вы будете руководить на какой баланс их отправлять куда делать тут чем дальше тем больше и больше придется изучать но грамотно распорядиться деньгами это условие номер один получить свои вложенные если вы параллельно начинаете с нескольких пулов и обращаетесь ко мне за советом а какой пул лучше купить это все равно что меня спросить какого из своих детей я больше люблю понятное дело я люблю всех да но какой вам больше купить это вам подскажет ваш личный кошелек имеете вы сейчас распоряжение 200 300 долларов значит вы вот так идете щелкаете смотрите ага первый стоит 14 2 41 так у меня больше денег есть дальше пойду стоит 83 окей какой еще из 4 вот они 200 долларов то есть больше вам не хватит 1 плюс 1 плюс 4 это будет в районе 220 с лишним долларов все начинайте с этого и не забывайте что на 4 вам сразу раз клубы выдаст кошелечек да уже туда будут получаться потом голубые монетки этот промоушен он не будет вечным его вели с 22 апреля даже задним числом объявили потому что реально повалило очень много команд мы распечатали для себя этот феноменальный клубок и просто были в шоке от того как он круто работает насколько это все усовершенствована высчитано можно отдавать можно дарить можно раздавать можно делать все двигаться быстро красиво хорошо все люди повалили сюда и монетка пошла и пошла и пошла в рост посмотрите был стоимость монетки 1389 сейчас во время презентации пока уже на 11 центов монетка выросла 14 долларов стоимость уже входа все по 1389 вы не зайдете подумайте еще два-три дня и тут будет цена 15 а что это значит для тех кто уже стоит монетка стоит уже 14 долларов а кто-то заходил когда монетка стоило 10 либо 12 то есть вы понимаете он купил себе высокий допустим 10 пол и он стоит вот вам реальный пример сразу же живой аккаунт купил человек 24 числа под ним во первых уже сложилось два плечика да он пригласил вот этого это его личник я уже просто знаю логины наизусть сюда упало плечо он уже достает до финансового ряда один единственный сейчас сюда заскочит вот сюда первая точка закроется наши крестики нолики сложатся раз два три что произойдет с этим человеком смотрите у него в пул номер два вылетит пять позиций а нам туда надо шесть то есть он еще и по второму получит и 5 новых по 40 у него откроется одна позиция выйдет шестой шестом она стоит 500 с лишним долларов то есть ему новенький депозит банк выдал сказал нате мы вам даем новую сбегательную книжку ждите вы туда тоже получите деньги его спонсор получит 53 долларов монетки 3,81 монетки и его выплата составит 882 доллара но 882 доллара поменяется вы не забывайте игра идет в монетках монетка поменяется монетка будет меняться из расчета цены сейчас то есть уже выросшая уже к та которая стоит 14 долларов они так которым заходил и она стоила 11 12 то есть он в ожидании уже выиграл здесь ожидание не бесплатно и растет монетка играют двигаются другие радуйтесь они ее качают и ваше ожидание набирает и набирает деньги здесь нет причин расстраиваться по любому поводу не умею приглашать не идут люди ничего стойте попкорн и наслаждайтесь но для вас это будет более длительный период правильно но и более длительный период раскачает монетку которая вам все-таки придет на выплату я не хочу выращивать тунеядцев но товарищи тунеядцы наши инвестора нам на руку потому что вот они будут стоять до 1 и выпустят клоника в шестой и пятой а в шестом и пятом то давайте посмотрим вот стоят у него у него еще ничего то есть он присоединится куда к высшему спонсору он пойдет к торнадо то мой личник это кстати не инвестор это рабочий человек чтобы ничего плохого не подумали до 6 тоже полетит клоник из десятки а у него в шестом посмотрите 14 мест ожидают помощи и вот у него есть выбор куда поставить сюда и либо сюда либо сюда либо сюда поэтому некоторые городу и там клон летела он мне не поставил он же не разорвется на всех четверых и не последний него клон у него и по второму месту будут клоны и выйдет в 11 снова придут клоны и снова придут в 5 6 и вот это никогда не заканчивается прибыль с высоких уровней тоже большая да еще и монеткой да еще и кошелек в подарок и помощь всегда своей команде так что если от вас ушел реферал у вас нет средств кстати система здесь тоже не дает возможности обойти своего спонсора в тихую это тоже мне очень нравится потому что предыдущем проекте были такие случаи раз купил больше не хочу со спонсором хочу не хочу марьянку хочу ульянку до себе видеть высшестоящем уровне так вот здесь как только ваш реферал попытается купить верхний уровень вам сразу же на ваш телеграм-бот придет предупреждение реферал такой-то пытается стать такой то уровень и вам будет дан один час для того чтобы прокупить этот уровень куда пытается зайти реферал то стать все-таки вперед него если не получится ни денег спокойно на это реагируете знаете что у вас из верхнего уровня будут лететь рефералки правильно вы же никак не теряете спонсором остаетесь вы просто это место теряется ответный ваш шаг у вас появились допустим деньги или вы вылетаете в тот уровень который прокупил перед вами реферал вы идете к своему родному спонсору говорите поставка меня точечно под моего товарища беглеца беглец стоит вы под него приходите и вы снова с ним работаете но теперь все его клоны которые будут лететь вниз и выходить за ним будут работать и на вас тоже то есть это сотрудничество продолжится не захотите ваш спонсор поставит вас любую другую точку это на ваше усмотрение здесь все происходит из-за комьюнити из-за коммуникации из-за простого нормального общения из-за того что работает маркетинг и все точки нашего непонимания делают роботы за кулисами покупают продают меняют монетку покупают продают растет ее стоимость и чем больше у нас рождается первых вторых сегодня у меня на расстановке был вопрос девочка вылетала во второй горит а это хорошо она мне надо туда вылетать конечно надо место которое вы заняли во второй компания считается прокупкой хотя бы за него не платили вы вырастились цак и выросла монетка это хорошо для компании хорошо откуда мы деньги получаем да мы получаем и на плюсе в монетке конечно хорошо и у вас стало место на следующие деньги первые вы посмотрели раз два три человека получили заполнились то есть первое выплата второе заполнение третье обязательно не растить колбасу как только вы вырастите колбасу что у вас получится у вас будет тут еще одно место вы еще этого плеча не закрыли вы оставляете верхним одно плечо второе третье четвертое плюс еще тут 7 дырок одиннадцать дырочек оставите спонсором что скажет умный спонсор с какого до хз я должен вот сюда заходить и тебе давать 11 мест когда у меня стоит вот целая семья и все просят равносильной помощи вот так работает эта система это сегодня коротко пока об основном я делала упор на работу первого пула следующие школы мы будем учиться связывать первый со вторым с третий какие еще есть преимущества когда заходишь параллельно на два пула те кто уже готовы зайти допустим на четвертый сообщите об этом своим спонсором потому что еще идет промоушен полным ходом вам дадут статус в клубе вам дадут кошелек который вы постоянно растущие монетки беспроигрышный вариант можете себе собирать вышестоящие уровни 9 10 11 12 работают круто и мы будем на каждой школе сегодня разбирали пол первый завтра разбираем пол второй и третий я буду разбирать вместе потому что на этом закончится песочница вопрос песочницы закроем будем проходить к золотой серединке до 4 5 наверное вместе а потом 6 7 возможно и не так будет я посмотрю по реакции людей насколько разобрались первом пуле вот по программе сегодняшнее обучение все если вопросы есть я выключаю демонстрацию отвечу на вопросы вопрос такой получается вы выше говорили что за деньги можно купить выше пул да любой ну допустим пятьсот долларов у меня есть примеру да я могу там какой получается это пул посмотрите обратите внимание что шестой стоит дешевле пятого если хотите купить да это единственное примеру сейчас начинаю начинаю к примеру да мне мне получается выгодно же будет да это сделать выгодно нам всем выгодно иметь параллельно места в нескольких я заходила первый третий купила шестой и десятый я начала игру сразу с четырех точек ну у меня опыт есть и я брала места приблизительно через одно чтобы от одного к другому не так далеко идти и я пошла сразу же дублировать действия первых двух человек которых я пригласила я поставила раз два раз два раз два во всех и просыпались клоны моментально и закрыли мне полностью всю линию с первого по десятый у меня не осталось практически пустых мест в седьмом и восьмом осталось потому что туда не летели клоны с десятой ну они мне и по принципу пока горячой не были нужны мне нужен был ряд с первого по шестой полностью выстроены чтобы я могла уже команду заводить на любые деньги но так случилось что еще двое которые подошли они как раз и по закрывали плечи и сделали еще и вторые выплаты каждом в каждом пуле по 7 место там да все наши пулы семиместные но раз ваша голова уже как-то я беру себе поле на шесть игроков то что я вижу себя и не считаю хотя деньги да вы получаете спасибо ясно вот скажите здесь из присутствующих получали уже клоны от вышестоящих или вообще незнакомых людей получали получали вот еще я очень-очень хочу поблагодарить своих вышестоящих потому что у меня они тоже есть ну феноменальные люди реально спонсоры в этом клубе золотые светлана мой вышестоящий спонсор она просто позвонила и сказала так а у меня тут есть ваучер и давай раздадим команде и мы объявили промоушен раздали людям которые не получили выплаты потом позвонил юра еще один мой спонсор говорит анюта у меня тут есть ваучер и давай я тебе их отдам следующий мы провели промоушен тут же звонит роман еще следующий вышестоящий а не у меня есть клоны давайте ой ваучер и 20 ваучеров кидык и все вы только вдумайтесь 20 ваучеров даже если мы грубо возьмем округлим по 15 долларов это 300 долларов у вас было такое что вам звонил спонсор и говорил дай-ка я тебе дам 300 долларов ты хороший человек да просто есть доверие между спонсорами есть четкое понимание что мы их употребим во благо для движения команды подтолкнем вниз и люди получат деньги это тоже реклама проекта если чек отдает 300 долларов то явно он не заработал 30 из своей с кармана не достал он их получил они ему пришли бонусами и он решил их не обналичивать да он же мог обналичить через свои клоновые места раз через плечо поставить 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 все бы получил деньгами и сказал до свидания дети каждый здесь переживает за структуру я столько вышестоящих не знала ни в одном проекте чтобы вот так ну один два там до интересовались нашей судьбой все остальные вышестоящие никогда мы не видели ни клонов не принимали в нашей судьбе никакого участия здесь если день я не вышла на высшего выше выходит на меня даже мне покоя не дают и учат и учат и подсказывают и подсказывает поэтому если вы также этот бизнес построите на доброй ноте добро всегда возвращается добром и всегда в большем зло здесь получает наказание в виде замедления в своем движении просто замедление человек некоммуникабельный не ходит на занятия не участвует в жизни чата и мы кинули клоника он даже спасибо не написал поверьте те кто бросают клоника специально они смотрят чаку приятно вот получили клоника вышли и поблагодарили вы двух зайцев убьете во первых человеку сделать и приятно за его действие во вторых в чате все люди гости чат особенно которые еще присматриваются они увидят что здесь реально это раздают потому что мои слова видео не все просмотрят а в чате сидит куча людей которые вы же гости своих гостей я не запрещаю не зарегистрирован человек ничего страшного заходи в чат пусть они не поймут на вот эти таблички которые мы выполняем один улетел во вторую второй хотя я стараюсь делать понятными стрелочка во вторую то есть из первой закрылась смотрите на выплатный нижний ряд как читать эти таблички какие логины стоят если стоит табличка и написано последняя дырочка либо вторая бывают разные дырки открытые идет аврорик торнадо знаете это наши спонсоры помогают людям даже если торнадо вылетает весь закрыт одно торнадо я его закрываю одну-две дырки выпускаю во вторую и пишу полетела во вторую он не просто полетел он уже полетел как скорая помощь как чип и дэйл кому-то помогать где-то во второй стоит одна точка не чем ее закрыть ее можно купить самому человеку или может прилететь спонсор во вторую и проще всего спонсору прилететь и стратив 13 долларов либо ваучер закрыть свою же первую и прилететь к человеку на помощь я за это получаю место за 40 я его получаю дешевле а помощь человеку реальная он спокойно раз и улетает в третий не заплатив ни копейки никого не пригласил но это не панацея не пользуйтесь этим для движения потому что такие люди тоже видны я 30 раз больше благодарна людям которые говорят я инвестор я хочу в этот проект ложится я хочу поймать монетку я хочу и себе засолить и я согласен там ожидать какое-то время они вот какой мне лучше купить да там 10 11 12 я буду знать что это человек инвестор особенно если он не доверяет еще и бронировку мест для его клонов я спокойно буду ему помогать но он в чате всегда напишет спасибо это мои условия беру я тебя за чатом ты наблюдаешь видюки какие-то смотришь ты меня не достаешь а что и когда и когда это будет потому что хуже чем есть не будет под подушкой деньги процентами не обрастают а еще сколько в клубе готовится о хочешь у нас есть долларовый токен ох скоро скоро дайте два-три месяца увидеть как это монетка еще полетит можно вопрос задать скажи до вас заходят с условием того что пригласили два человека или вы всех приглашаете что вы делаете с теми которые не пригласили но вы помогли вот такой вопрос еще расстрелять расстрелять шучу конечно четко лаконично и четко спасибо нет я пошутила не воспринимать и серьезно ну приквы пригласили человека до ему интересно что с какой целью вы приглашаете чтобы человек если он зашел на первую и говорит вам я ничего делать не буду я ничего не хочу вопрос зачем вы его приглашаете вы же понимаете что равносильно что вы взяли на работу человека и говорите тут нужно мыть полы тут зарплата такая-то а он скажет я полы мыть не буду вы возьмете на работу таких людей я бы заводила в чат и говорила вот смотри кида лапом виде грилот посмотри видео давай вместе разберемся если вы уговорили человека и поставили лишь бы закрыть одну точку ну зачем он же не будет приглашать что вы спонсором покажете что вы сделали активность смысл а нет в каждом движении должен быть какой-то смысл если человек хочет участвовать в проекте и он абсолютный новичок и он ничего не понимает ему нужно время чтобы разобраться и поэтому он не приглашает то это наш человек каждому фрукту нужен свой срок для созревания если люди более активные из более сообразительные из люди у которых мало времени тут уже куча человеческих факторов играет роль почему он не приглашает если он и через полгода не приглашает а мы уже закрыли и во вторую выкинули со второй уже перетянули в третью он уже деньги получил и все не приглашает то это уже странно и будьте уверены что в четвертом круто подзастрянет потому что никто не пойдет специально туда ставить клонов там уже когда они выйдут и начнется его более медленное движение но факт что этот человек тоже ничего не потеряет вот ничего анечка а если человек вошел как инвестор с большими деньгами небольшими ну вот какие у нас большие у нас во первых 1 3 11 пол и и попытался заплатить двенадцать и не пригласил ни одного человека даже рот не может открыть не пригласил ни одного человека так что же с этим человеком делать ничего он он стал он стал на первую третью и одиннадцатую как вы говорите он заплатил кому-то точечку в первой кому-то в третий а кому-то в одиннадцатой соответственно те люди которые активные идут вверх и вверх и вверх на большие заработки разве они не подойдут к это один конечно конечно у нас в 10 стоит в 10 больше 30 дать я посмотрю сколько у нас стоит 10 чтобы не голословить конечно конечно то есть эта банда с десятой пойдет в одиннадцатую правда же получит человек свое вознаграждение получит расклонируется он конечно расклонируется кинет снова клоников снова поможет этими точками поможет 31 человек у нас вместе с торнадо находится в десятом уровне это только в моей команде а по всему клубу ебинар растет да то есть человечек плавно медленно уверенно все равно получит свои деньги обратно получит клона выкинет поможет всем уровням и заметьте да из одиннадцатой клоны летят шикарные жирненькие клоники хорошие да там и в первую вторую третью и в четвертую и в шестую и в седьмую восьмую и в девятую там очень красивые клоны летят это хороший уровень он и дорогой потому и рождает дорогих золотых детей мажоров да если так назвать наши депозиты судьба его дальше деньги вернул клонов нарожал депозиты с мелких открыл а идти тому в двенадцатую и получать еще больше денег потому что двенадцатая стоит двое дороже чем одиннадцатая и как бы ни крутила судьба двенадцатый уровень на сегодня стоит у нас 7099 долларов то есть это по сути дела да не бешеные деньги если это чек инвестор у нас складывают проект 10 20 тысяч и не чирикают сидят и год ждут процентов здесь-то за год он дождется дождется много го сколько а 10 до 100 на будет закрываться куда она денется десятый уровень стоит у нас допустим куплен куплено место и если его никто не закрывает ну вот спонсор потерял интерес и что сидеть и ждать год давайте разберем на смоделируем такую ситуацию я пришла сюда в проект и допустим спонсоры мне не помогают не помогают чем не разговаривать своими людьми не ставят клонов говорите нет нету людей на эти суммы ну что на мелкие работайте кто вам не дает работает на мелких работаем и потихонечку растем почему надо съесть все сегодня и сейчас если вы услышали что здесь бывает быстро ничего страшного мелких работайте но потихоньку вас все равно система выдавливает выше и выше и выше ниже выходят клоны повторные места а первого места только один путь вверх конечно я всегда люблю повторять эту фразу что бизнес начинается с меня я получила место в системе рассказ что здесь это можно сделать все на этом спасибо слава тебе господи я люблю своего спонсора я вообще обожаю светлану что она мне просто чуть ли не мордой об стол уже рассказывала не открой глаза на этот штекинг пул а нет и есть феноменале они у тебя есть деньги они у тебя и статус ай ну пошли посты каемся посмотри как здесь играется и я для всех говорю не два дня на это делала она это делала практически полтора года неделя через неделю так что приглашать можно и любя и можно прямо же за приглашать человека она меня за приглашала но сейчас я за это и благодарна